Евгений Смирнов, адвокат, правозащитный проект Первый отдел, уже на связи с нашей студией. Евгений, рады вас приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, так вот, правозащитники Первого отдела установили, да, эту цифру, основываясь на данных ФСБ, то есть рекордное количество уголовных дел по госизмене. Вот, у меня такой вопрос, а не подрывает ли статистика ФСБ вот эту вот веру дураков в справедливость СВО, в справедливость политики внешней страны? Или это по аналогии со сталинскими временами? Чем больше у нас внутренних врагов, тем оправданнее наше агрессивное отношение к врагам внешним. Ну, я бы здесь сказал сначала про статистику. То, что мы смогли найти 63 дела, поступивших в суды, это тот минимум, который мы смогли найти. Большинство дел о госизмене, которые рассматриваются в российских судах и возбуждаются ФСБ, они просто скрываются спецслужбами. То есть любое освещение дела о госизмене, оно своего рода для ФСБ как спецоперация. У них этим занимается специальный отдел, который преподносит такую информацию в нужное время и в нужном количестве. Очень много дел о госизмене, уверен, не попали в ту статистику, которую мы опубликовали, которую мы смогли найти. Отвечая на ваш вопрос, то с начала войны, с 2014 года, вот уже скоро 10 лет, дела о госизмене, это такой локомотив политики ФСБ. Мы видим, что с 2014 года произошел первый скачок роста дела о госизмене. Тогда было возбуждено порядка 15 уголовных дел, что на фоне двух-трех обычных уголовных дел в год до 2014 года является таким тоже историческим максимумом. И сейчас, с момента уже полномасштабного вторжения России в Украину, мы видим вообще многократный рост. Я прогнозирую, что количество возбужденных дел в конце этого года может достигнуть отметки 150 или 180 уголовных дел. Но опять же, правды мы не узнаем никогда. Все эти дела используются исключительно в политических целях. Уверен, что об этом докладывается о количестве уголовных дел и Путину. И вполне возможно, что дела о государственной измене послужили одним из кубиков в мозаике для принятия решения о полномасштабном вторжении России в Украину. Потому что ФСБ постоянно рапортовало руководству страны о каком-то огромном количестве пойманных шпионов, которые якобы работали в интересах Украины, в Российской Федерации, выведывали какие-то государственные секреты. Причем большинство этих государственных секретов, они просто проезжали либо по улице, либо публиковались в новостях. То есть никакой действительно тайной, переданной информацией, которая вменяется людям, не представляла ценности. А вот, Евгений, насколько сложно или просто объединить эти дела как госизмена? И вот подожгли, к примеру, в Калуге школьники вышку сотовой связи в деревне Красный городок. Либо же, когда женщины поджигали военкоматы. Ну и не только. Вот где вот эта грань между хулиганством, порчей имущества и госизмена? Эта грань пролегает исключительно в голове оперативных сотрудников и следователей. То есть, если читать закон, то огромное количество статей, современных статей, которые написаны непонятным образом, написаны с юридической точки зрения дефектно, можно применить к этим деяниям. Чем пользуются и следователи, и оперативные сотрудники? То есть, в одном регионе в один исторический момент поджог шкафа будет квалифицирован как порча чужого имущества. А в соседнем регионе, двумя месяцами позже, такой же поджог шкафа будет квалифицирован и как террористический акт, и как участие в государственной измене, и как участие в деятельности террористической организации одновременно. За что предусмотрено пожизненное лишение свободы. — Вот на наших экранах мелькал Илья Яшин. В свое время он заявил, что хочет использовать судебную трибуну как политическую. Ну, иначе, да, как он говорил, что если все уедут из страны, кто же будет бороться с режимом? Вот как вы относитесь к позиции Ильи Яшина? Есть ли шанс, что его услышат? — Конечно, есть шанс, что его услышат, но только в том случае, если судебное заседание будет проходить в открытом режиме. В последние годы мы видим тенденцию, как все больше процессов проходит за закрытыми дверьми, и никто не слышит, что говорит подсудимый. Сто процентов дела о государственной измене проходит непублично, на них не пускают публику, все, что говорит обвиняемый, слышит только прокурор и судья, его защитник. То есть такие дела нельзя использовать как политическую трибуну. И, конечно, и суды, и следствие стремится к тому, чтобы закрыть максимальное количество дел по политическим статьям. Как раз таки, чтобы их не использовали как трибуну, чтобы на них не приходили слушатели, чтобы о таких делах никто не знал. Я уже говорил, что дела о государственной измене ФСБ старается освещать исключительно с нужной им стороны и в нужное им время. Как правило, скрывая большинство возбужденных уголовных дел от общественности. А вот уголовное дело по резонансной статье о фейках о российской армии возбудили в отношении оппозиционного политика Леонида Гозмана. Ранее его преследовали по еще одной надуманной статье об отождествовании СССР и нацистской Германии. Ну и после нескольких арестов оппозиционер, конечно же, был вынужден покинуть Россию. Вот скажите, такие инакомыслящие, которые оказываются за границей, насколько по ним, так сказать, плачет тюрьма, их будут экстрадировать и на каких условиях, то есть юридически какие тут компоненты необходимы, чтобы, вот как Леонида Гозмана, вынудить вернуться в Российскую Федерацию. Или все-таки в тех странах обращают внимание, по какому человеку запрашивает российская сторона экстрадиции? Количество уголовных дел, возбужденных против уехавших россиян, оно составляет, наверное, уже сотни, может быть, и тысячи уголовных дел. То есть мы каждый день видим в базе розыска МВД, что того или иного уехавшего из России подозревает или обвиняется в решении какого-то преступления. Но чтобы человека выдала другая страна, должно быть соблюдено несколько принципов. Первое – это между странами должен существовать договор, согласно условиям которого страны обмениваются обвиняемыми осужденными по уголовным делам. Второе очень важное условие – то, что статья, которая вменяется человеку в России, должна существовать в уголовном кодексе той страны, в которой он сейчас находится. То есть для того, чтобы выдать человека, такое же преступление должно быть предусмотрено уголовным кодексом страны пребывания. Я не думаю, что в мире найдется какая-то еще страна, в которой существует статья о фейках, о дискредитации российской армии или статья о государственном измене в той редакции, в которой она существует в Российском уголовном кодексе. Поэтому юридически, конечно, России очень сложно будет получить обвиняемых россиян, кто уехал из страны по политическим статьям. Однако, как мы видим, Россия иногда использует и неправовые способы для того, чтобы выманить россиян в Россию. Иногда это происходит путем провокации, когда просят прийти в какую-то определенную точку в лесу якобы для, например, помощи Украине или для совершения какого-то другого благого дела, и оттуда похищают его россияне. Были случаи, когда и сотрудники спецслужб похищали россиян, например, из Армении или из Кыргызстана, просто одевали мешок на голову, засовывали в самолет и вывозили в Россию своими внутренними военными бортами. Евгений, я бы хотел поговорить с вами о тех, кого ФСБ железно считает государственными изменниками, а я думаю, все здравомыслящие люди считают настоящими патриотами России. О российском добровольческом корпусе, о легионе свободы России, вот от недавно и новосозданном сибирском батальоне. Вот как вы считаете, когда россияне осознают, что бороться с режимом, мирными акциями уже не имеет смысла, выступать с политической трибуны просто абсурдно. Учитывая всю эту гибридность и абсурдность режима, как скоро россияне поймут, что представители этих новосозданных батальонов и есть настоящие противники режима, и единственный путь борьбы с режимом – это именно вооруженный? Я могу с уверенностью сказать, что огромное количество россиян пишет в боты, в другие соцсети, на электронную почту представителям и Легиона Свободы России, и РДК, и других подобных образований. Однако существует большая проблема. Эта проблема заключается в том, что, судя по всему, ФСБ имеет либо агентов внутри этих образований, либо имеет возможность контролировать переписку с Легионом, с РДК из России. Потому что огромное количество людей, кто писал, например, на протон Легиона Свободы России, кто писал в бот Легиона Свободы России, задерживались буквально спустя несколько недель после таких сообщений в России. То есть ФСБ сейчас наладило активные инструменты для отслеживания тех россиян, кто желает оказать какую-либо помощь этим образованиям, либо уехать, помогать непосредственно Украине, и таких людей отслеживают, ловят и сажают в тюрьму на долгие сроки. Спасибо вам большое, Евгений, за то, что уделили нам время. Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Правый первый отдел», и напомнили нашим зрителям о том, как, в принципе, сейчас Российская Федерация и политическая верхушка борются с оппонентами, скажем так, и в каком виде, и до чего только не напридумывают статей, чтобы избавиться от противодействия этих людей.